Я хочу обратить ваше внимание на резко усиливающуюся конфронтацию, которая явно нас ведет к столкновению с западными государствами. Не замечать сегодня это уже нельзя. Надо реагировать, и реагировать взвешенно и ответственно. Вы посмотрите, выбрано время вполне удачно. Через несколько дней у нас парламентские каникулы. Затем инаугурация президента, формирование правительства. То есть полтора месяца такой политической относительной тишины. И поэтому к этому надо подойти самым серьезным образом. Вы посмотрите, по инициативе девяти членов Совбеза заслушали омнимой очередной атаки химической в Сирии. Сегодня уже достоверно подтверждено военными химиками присутствие представителей сирийской администрации. Никаких следов в том лечебном заведении, где были сняты эти фейки, не подтверждено и не найдено пострадавших лиц. То есть налицо чистейшей воды провокация со всеми утверждениями. В результате по абсолютно нарушенным международным правилам пара самолетов из Израиля без разрешения входит в воздушное пространство Ливана. Второе наносит удар по соседней суверенной стране. И третье нарушение. Если раньше они прикрывались тем, что они поражают приближенности подразделения Хизбаллы, снижая влияние этой организации, то теперь они нанесли непосредственно по аэродрому сирийских вооруженных сил. В этом году увеличивается количество стран-участников конфликта. Причем надо отметить, что к нам приезжал Натаньяху, вел с нами переговоры, но однако оповещения не было ни нашего генерального штаба, ни по линии Министерства иностранных дел. Дальше больше. В районе Тартуса на удалении 150 миль появляется группировка кораблей ВМС Соединенных Штатов Америки. В принятой международной практике заранее уведомляются потенциальные участники событий в этом районе. Мы не уведомлены, хотя на законных основаниях мы вместе с вами ратифицировали договор о двух наших базах в Тартусе и Хмимиме. Более того, еще заявляют в лице президента Трампа, что он подумает и несмотря на резолюции или отсутствие их Совета Безопасности, через 36 часов они могут нанести удар. Все это попахивает событиями, которые за рамками тех общепринятых международных норм. Никто не отвечает и никто не реагирует. Нанес удар Израиль молчок, фейковая ситуация с химиками. Девять стран заявили в Совет Безопасности о вине России, Ирана и режима Асада. Это все говорит о том, что политика двойных стандартов дошла до ручки, будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры, без ответа не останется ни одно противоправное действие. И пусть не надеются со своими корабельными группировками и со своими фейками. Мы суверенная страна, у нас есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии. Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне. Владимир Вольфович Жириновский неоднократно обращал внимание по поводу общения и хождения в зале. Может быть, нам как-то по-джентльменски договориться хотя бы во время политических заявлений. Особенно меня удивило, когда с трибуны выступает боевой генерал, председатель комитета по обороне, экс-командующий ВДВ и говорит очень важные оперативные данные. В частности, хотел бы напомнить, если кто-то прослушал, о нанесении удара авиации Израиля по аэродрому в Сирии, государство, которое пригласило нас в качестве союзника. Хотел бы также напомнить, что в Израиле второе по численности население пенсионеров, которым мы платим пенсии из бюджета России. Может быть, нам после выступления генерала Шаманова Государственной Думы сделать какое-то общее заявление по поводу этого злостного недружественного действия. Еще раз хотел бы выразить свое удивление и недоумение такому невнимательному отношению к выступающим.